Утро на первом, мы на месте. Тринадо заработал, включили эту сколу поезды. Изопринято, уезжаем. 15 января вечером примерно в 7.30 на пульт 102 поступило сообщение из больницы скорой медицинской помощи о ножевом ранении, полученном мужчиной в одной из букмекерских контор по улице Джангельдина. Пострадавшего в больницу доставила бригада врачей, а следственная группа, также прибывшая на место происшествия, приступила к расследованию. Криминалисты сняли отпечатки пальцев, а следователи опросили свидетелей. Как выяснили полицейские, между двумя мужчинами произошла ссора, закончившаяся по ножовщиной. Женщину, знавшую одного из участников драки, полицейский для допроса доставили в местный РОВД. Он мой таксист, который постоянно меня возит. Сотрудники Сарагашского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В сумке задержанного при обыске полицейские обнаружили свыше 20 свертков с веществом наркотического происхождения. Вот вы чувствуете, от вещества исходит запах. Посмотрите все. Камера, пожалуйста, тоже снимите. Пожалуйста, разверните и покажите всем присутствующим. Изъятое вещество полицейские отправили на судебно-криминалистическую экспертизу, которая установила, что оно являлось наркотиком весом 861 грамм. В ходе обыска в спальной комнате местного жителя 1987 года рождения был обнаружен пакет с веществом, похожим на наркотики, весом 861 грамм. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса, части 2. Сейчас полицейские закрепляют доказательную базу и готовят материалы и дело для передачи в суд. 16 декабря еще один случай воспламенения автомашины произошел на окраине Шимкентом. Кадры происшествия нам по сети WhatsApp передали очевидцы. Пожар случился в 4 часа утра на автомобильной трассе недалеко от села Шубарсу. Как передает автор видео, водителя в автомашине на момент воспламенения не было. В результате пожара машина выгорела дотла. Продолжение следует... Не запринято, уезжаем.